Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале Международного Института Здоровья Человека. С вами я, Игорь Целинчук, и сегодня мы будем говорить о важном вопросе, о том, как коронавирус воздействует на детей, о совершенно новых данных, об этом, и о тех вещах, которые раскрыло и Министерство Здравоохранения Великобритании, и Департамент Здравоохранения Нью-Йорка. Это свежее письмо получено, и об этом я сейчас вам расскажу. Дело в том, что ученые, которые исследуют коронавирус COVID-19, раньше были уверены в том, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. Статистические данные по заболевшим, они, конечно, подтверждают эту теорию. Но некоторое время назад выяснилось, что в отдельных случаях и в регионах у маленьких детей с коронавирусной инфекцией COVID-19 фиксируется неизвестная лихорадка, которая протекает в тяжелой форме. И Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что за последний месяц в Лондоне и в других регионах фиксировался рост числа детей с системным воспалительным процессом организма, требующим лечения в реанимации. Подчеркиваю, требующим лечения в реанимации. И по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, эта болезнь протекает как инфекционно-токсический шок, у детей наблюдаются боли в животе и воспаление сердца. Пару дней назад стало известно, что такие же симптомы наблюдаются у детей и подростков в Соединенных Штатах Америки. Получили от Валентины Голобородько, это доцент Альберт Эйнштейн Колледжа в Мэдисин, интернист в Монтефиоре Вейлэх Хоспиталь в Нью-Йорке. Получили от нее письмо и перевели, которое разослал департамент здравоохранения Нью-Йорка. Кстати, у нас на канале есть два сильнейших, нет, даже три сильнейших видео, в которых Валентина Голобородько рассказывает о методиках лечения коронавирусной инфекции в госпитальных условиях в Нью-Йорке. Посмотрите видео у нас на канале. А если вы еще не подписаны, подпишитесь, чтобы первыми получать самые ценные и полезные видео. В письме департамента здравоохранения Нью-Йорка эту болезнь называют детский мультисистемный воспалительный синдром. Пожалуйста, поделитесь вот этим вот видео, особенно поделитесь со знакомыми педиатрами, чтобы быть на чеку. Еще тревогу бить, конечно, рано. Тревогу бить рано, но надо быть в том числе педиатром на чеку, чтобы беречь себя и беречь своих детей. Департамент здравоохранения Нью-Йорка. Оповещение по вопросам здравоохранения номер 13 2020 года. Детский мультисистемный воспалительный синдром, потенциально связанный с COVID-19. 15 случаев, сопоставимых с мультисистемным воспалительным синдромом, были выявлены у детей в больницах Нью-Йорка. Характеризуется постоянной лихорадкой, признаками болезни Кавасаки, синдромом токсического шока, абдоминальные симптомы общие. Что такое болезнь Кавасаки? Я хочу, чтобы вы понимали. Болезнь Кавасаки вызывает воспаление кровеносных сосудов, это воскулит называется по всему телу. Причина болезни Кавасаки в данном случае инфекционная, связанная с вирусом. У детей, как правило, возникает повышение температуры, сыпь и красный такой земляничный язык, земляничного цвета. У некоторых бывают осложнения со стороны сердца, часто они бывают тяжелыми. При своевременном лечении почти все дети обычно от болезни Кавасаки выздоравливают. Детям при этом лечении назначаются высокие дозы иммуноглобулина и респирина. До болезни Кавасаки она вызывает воспаление стенок кровеносных сосудов по всему телу. Это аномальная реакция иммунной системы. И просто дети генетически к этой реакции предрасположены и вызывают ее вирус. В данном случае, в котором мы говорим, вызывает вот это вот воспаление коронавирусная инфекция COVID-19. И вот воспаление кровеносных сосудов в сердце приводит к наиболее серьезным проблемам. И оно еще может на другие органы тоже располагаться. Обычно, чаще всего болезнью Кавасаки болеют дети в возрасте от 1 до 8 лет, хотя оно бывает еще у младенцев и у подростков. У мальчиков раза в полтора чаще, чем у девочек. Случаи могут требовать госпитализации в отделении интенсивной терапии для поддержки работы сердца или дыхательных путей. Это письмо, подчеркиваю еще раз, Департамент здравоохранения Нью-Йорка. Важнейшие вещи. Тестирование полимеразной цепной реакции на этот коронавирус SARS-CoV-2 может быть или положительным, или отрицательным. И об этом мы сейчас будем подробно говорить. То есть, тест на коронавирус может быть даже отрицательным. Но вот такая вот инфекция есть, и это явно связано с коронавирусом. Очень большое значение имеет раннее выявление и направление к специалисту, в том числе для оказания неотложной помощи. Письмо датировано 4 мая 2020 года. Сегодня у нас 8 мая 2020 года. Всего 4 дня со времени этого письма прошло. Я хочу вас предупредить, друзья, важные вещи. Детский мультисистемный воспалительный синдром, о котором недавно сообщили власти Соединенного Королевства, также наблюдается среди детей и молодежи в Нью-Йорке и в других местах в Соединенных Штатах. Клинические особенности варьируются в зависимости от пораженной системы органов, но было отмечено, что они включают признаки болезни Кавасаки или шоковые особенности. Полный спектр проявлений забоевания еще неизвестен. У больных пациентов были замечены постоянная лихорадка и повышенные маркеры воспаления. Это цирреактивный белок и тропонин. Пациентам с этим синдромом, которые были госпитализированы в педиатрические отделения интенсивной терапии, необходима сердечная или респираторная поддержка, и часто обе вместе. Вероятно, к настоящему времени распознаны только серьезные случаи. Департамент здравоохранения Нью-Йорка связался с педиатрическими отделениями интенсивной терапии в Нью-Йорке в период с 29 апреля по 3 мая 2020 года и выявил 15 пациентов в возрасте от 2 до 15 лет, которые были госпитализированы с 17 апреля по 1 мая с заболеваниями, совместивыми с этим синдромом. То есть типичная болезнь Кавасаки или шок. У всех пациентов наблюдались повышенные... Друзья, вот сейчас симптомы очень важны, чтобы мы понимали. Повышенная температура. Более половины сообщили о сыпи, боли в животе, рвоте или диареи. Респираторные симптомы были зарегистрированы менее чем у половины пациента. Друзья, вот то, о чем я говорил во многих видео у нас на канале. То есть те симптомы, то есть возможно боль в горле, кашель сухой и так далее, о которых на первом этапе мы говорили, коронавирусной инфекцией. И сейчас мы понимаем, что в очень-очень во многих случаях коронавирусной инфекции нет вот этих вот симптомов. Теперь, что очень важно. Тестирование полимеразной цепной реакции на COVID-19 было положительным у 4-х человек, отрицательным у 10-ти человек и первоначально неопределенного, а затем отрицательного у 1-го человека. То есть только 4 положительные реакции по методу ПЦР и 11 отрицательных. И при этом вот эти вот тяжелые симптомы. Кстати, друзья, если вы хотите знать, как поднять свой иммунитет, защитить себя, защитить своих детей от коронавирусной инфекции, от других вирусных инфекций, приходите вот сюда, нажимайте кнопочку. Мы проводим трехдневный видеопрактикум антикоронавируса. Ждем вас. 6 пациентов с отрицательными результатами ПЦР-тестов имели положительные данные сирологических тестов. Но остальные не имели и таких. И более половины пациентов, о которых сообщается, нуждались в поддержке артериального давления, 5 нуждались в искусственной вентиляции легких. Это тяжелые реанимационные мероприятия, серьезные. И вот если имеется подозрение на описанный воспалительный синдром, о котором я сейчас говорил, педиатры должны немедленно направлять пациентов к специалисту по детским инфекционным болезням, ревматологии и интенсивной терапии. Ранняя диагностика и лечение пациентов, которые соответствуют всем или частичным критериям болезни Кавасаки, имеют решающее значение для предотвращения повреждения органов и других долгосрочных осложнений у детей. Мы сейчас о детях говорим, друзья. Пациенты, отвечающие критериям болезни Кавасаки, должны лечиться с помощью внутривенного введения иммуноглубилина и аспирина. Еще раз, не надо, не все подряд при коронавирусной инфекции и так далее, только при вот тех симптомах, о которых я говорил, болезни Кавасаки и так далее. Но в любом случае нельзя ни в коем случае заниматься самолечением. Это на самом деле пособие для педиатров, что нужно делать, направлять к специалистам именно в этих вещах. Это первое самое главное. А второе, дорогие друзья, самое главное, что мы с вами должны сделать, поделитесь этим видео максимально с педиатрами, которых знаете, с людьми, которые с детьми работают, чтобы были обязательно на чеку. Вот это очень важно. Поделитесь. Я хочу сказать, что я все время эпидемии коронавируса я пропагандирую одну простую для вас вещь. Это не от кого-то там зависит. Это не какой-то там вражеский вирус. Это просто вирус. Один из появившихся в мире в виде пандемии. И то, как мы реагируем на этот вирус, зависит персонально от нас. От нашего отношения к собственному здоровью. От нашего отношения к нашим детям. От того, что мы практически делаем. Вот это все от нас зависит. Не от кого-то там. Это все зависит от нас. Приходите. За три дня вы на нашей видеоконференции научитесь, как надо относиться к себе, для того, чтобы не бояться никаких вирусов и коронавирусной инфекции в том числе. Что написано у них в письме? В соответствии со статьей 11 Кодекса здравоохранения Нью-Йорка, которая требует сообщать о вспышках и предполагаемых вспышках синдромов известной или неизвестной идеологии и о необычных проявлениях заболеваний, представляющих интерес для общественного здравоохранения, следует немедленно сообщать на линию доступа в Департамент здравоохранения Нью-Йорка там по телефону о любом пациенте, который соответствует следующим критериям. Друзья, критерии, вот это вот те критерии, которые для нас представляют важность. Менее 21 года с постоянной лихорадкой 4 или более дней, то есть повышенная температура 4 или более дней и болезнь Кавасаки или проявление подобной синдрому токсического шока. То есть вот о всех необходимо сообщать. И второй критерий для пациента не установлена альтернативная этиология, то есть происхождение болезни, объясняющая клиническую картину. И сообщать необходимо независимости от результата ПЦР-теста на COVID-19, на новую коронавирусную инфекцию. Друзья, я хочу, чтобы вы понимали, у четверых человек есть положительный тест, 111 нет, отрицательный тест. Неважно, вот этот синдром токсический, он проявляется в себя. Письмо подписано Деметри Доскалакис, доктор медицины, заместитель руководителя отдела контроля заболеваний Департамента здравоохранения Нью-Йорка. Теперь простые вещи, что мы все должны делать. Первое, мы не должны расслабляться. Тепло, май месяц, красота, на улице хочется расслабиться и так далее. Те меры защиты, которые предполагаются, то есть дистанцирование социальное, маски и так далее. Это очень важные меры защиты, друзья. Именно эти меры защиты, потому что мы все думали, что опасность грозит только людям постарше и так далее, и статистика об этом говорит. Но на самом деле дети тоже находятся в серьезной зоне опасности. И за детьми нужно следить, нужно наблюдать и нужно помогать нашим детям. Вот это очень важные вещи. И сегодня я этими вещами хотел с вами поделиться, потому что я считаю, что это очень важно. Поделитесь этим видео, чтобы максимальное количество людей его посмотрели, ваших друзей, ваших знакомых. Это важно. Поставьте лайк, если оно понравилось. Напишите внизу вопросы, комментарии в комментариях, пожалуйста. Мы на них отвечаем периодически. Их очень много. У нас сотни комментариев в день приходят. Наше видео посмотрело больше 4 миллионов человек по поводу за последний буквально месяц, полтора. Больше 4 миллионов человек наше видео посмотрело. И, конечно, очень много, тысячи комментариев. Но мы стараемся отвечать, стараемся даже в видео я записываю ответы. Друзья, пишите, пожалуйста, это внизу. И подписывайтесь на наш канал Международного института здоровья человека, чтобы вы контролировали свое здоровье. Не кто-то там где-то, а вы лично контролировали и отвечали за свое здоровье. Потому что мы придерживаемся четкого мнения, что лично мы и только мы отвечаем за наше здоровье. Только мы в ответе. С вами был Игорь Целинчук. Желаю вам счастья, крепкого здоровья вам, вашим близким, вашим детям. Всем крепкого здоровья. Увидимся в новых видео на нашем канале. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова